Хочется сказать доброе, мирное утро. Хотя в нынешней ситуации оно сложно. Город прожил сутки, прожил ночь, потому что мы вечером с вами виделись. За ночь, ночью комендантский час по докладам происшествий или таких серьезных резонансных в городе не было, по крайней мере мне неизвестно, нам не докладывали. И по проходящим проверкам, мы уже считаем, это текущие моменты нашей работы, нашей жизни. За что хочется сказать спасибо, заспокоиться за мирную, спокойную ночь, сказать спасибо, прежде всего, вооруженным силам Украины, тем, кто находится, сегодня патрулирует улицы нашего города, территориальной обороне, силам национальной полиции, всем тем, кто сегодня обеспечивает мир, мир в нашем городе. Также хочу сказать, что мы поддерживаем сегодня, это необходимо говорить одесситам, говорить чаще о том, что сегодня, несмотря на мирную ночь в Одессе, идут ожесточенные бои в украинских городах. Гибнут солдаты и мирные люди. Поэтому нам, несмотря на такое относительно мирное состояние, необходимо ежеминутно, ежечасно совершенствовать нашу обороноспособность нашего города. И что мы и делаем. Налаживается взаимодействие между всеми подразделениями, между теми, в том числе и гражданскими формированиями, которые соорганизовались, задача сегодня сделать так, чтобы каждый метр Одесской земли контролировался нами, одесситами. И что мы и делаем. Что касается нашей работы повседневной. Вы видите, что в городе работают коммунальные службы. Мы выпустили на маршруты 50% нашего городского транспорта, в большем количестве нет необходимости. В мусоровозящие компании мы наладили своевременный вывоз мусора. Наши коммунальные предприятия, я не буду говорить какие, обеспечивают едой уже сегодня более 5 тысяч, а точнее 7 тысяч. Подразделения, которых мы взяли на себя обязательства, обеспечивают горячей пищей, и мы это делаем. Все коммунальные предприятия работают в штатном режиме, но по военному времени. Люди все выходят на работу. И, как я уже сказал, продолжаем совершенствоваться. Те задачи, которые стоят на сегодня, сейчас мы проверим все, что сделали, в том числе и за ночь. А задача перед нами стоит, ежедневно мы усиливаем оповещение там, где оно плохо работало. Поэтому, если кто-то из людей знает, что еще после последних воздушных тревог еще не слышно, пожалуйста, сообщайте нам, и мы оперативно будем реагировать и устранять. Но, в принципе, с каждым днем мы это совершаем. Продолжение следует...